всем привет сегодня с вами татьяна на своей любимой кухне не такой идеальный порядок оказывается ну ладно так что мы будем делать опять мы будем что-то кушать но будем кушать то что сами приготовим я думаю приготовлю-ка я вместе с вами что-нибудь итальянское правда from you say из сша давайте покажу что нам надо кстати вот мой поваренок бон аппетит это как раз из той серии моды in italia вот смотрите в последний раз феликс на гаражные распродажи гараж сел любимая тема вот купил такой стакан которую можно разливать интересненько вот у нас есть ложечки мерные как раз стиле wine итальянские мотивы кстати мы собираемся на местную винодельню ребята мы поедем на винодельню пробовать разные вина так вернемся к реальной жизни и так что нам понадобится обязательно нам нужно белое вино нам понадобится говядина я купила волмарте за 7 долларов немножечко оливковое масло чили перец чили пармезан предлагается несколько вариантов я уж конечно беру с американским уклоном я взяла бекон можно взять колбасу виде ветчины нам понадобятся помидорки перчик лук и некоторые приправе у нас базилик у нас сейчас как же называется а розмарин и орегано розмарин и орегано и так сначала нам надо приготовить мясо все эти соу все вот эти овощи лук и чеснок и травки они нужны для соуса и так мясо я разделила на несколько кусочков посыпала перцем солью чили перцем и пармезаном все это с двух сторон с двух сторон нам со второй стороны тоже я хочу здесь обмакнуть и сейчас пока мы готовим мясо мы ставим сковородочку на небольшой огонь и оставлены шестерочку пусть немножечко нагревается у меня розмарин его покрошила и немножечко надо посыпать на мясо не забывайте что здесь уже есть пармезан здесь уже есть чеснок и дальше кто-то обворачивает колбасой говяжий потому что есть люди которые не едят свинину вот я буду закручивать рулеты из бекона потому что это просто и в принципе мы мы можем это кушать вообще можно не в бекон и берем мясо опять я с двух сторон чтобы травка была с двух сторон беру один кузочек бекона и заворачиваю в рулетик получается вот такой рулетик и так все кусочки мяса так наши рулетики готовы сковородочка наша подошла берем оливковое масло я беру светлое я не люблю горькой немножечко и надо обжарить лук лук я нарезала полукольцами нам надо обжарить лук и потом уже положить наши рулетики и обжарить рулетики у нас прошло где-то 30 секунд достаточно при сильном огне но не максимальном у нас обжаривался лучок теперь мы добавляем белое вино немного грамм 50 и затем добавляя опускаем эту коварную смесь наши рулетики нам надо немножечко обжарить со всех сторон итак в общей сложности наверно у меня ушло минут 7-10 я несколько раз переворачивала хорошо обжаривалась почти на максимальном огне даже не знаю можно назвать это обжаркой такое сильное тушение вот и сейчас у нас уже идет непосредственно приготовление соуса я совсем забыла у меня в холодильнике есть сельдерей я немножечко накрошила сельдереем помидоры и сейчас мне надо все это добавить нашим рулетиком и все это вместе потушить минут пять и после этого я уже опущу их и так у нас все уже хорошо так поджарилась все хорошо потушилась если у кого-то есть оригинальный томатный соус можно добавить томатный соус или томатную пасту я вот добавляю разбавленную томатную пасту сколько у меня здесь был но один стакан все это хорошо размешиваю и те самые приправы зелень я вам показывала я порубила и сейчас я добавлю и вот в таком красивом состоянии наши рулетики должны покипеть потомиться 45 минут и они будут готовы к этим рулетиком подается или спагетти или вермишель я буду перекладывать наши рулетики чтобы они не на плите у меня были вот в этой чудо-печке пароварки так все это смотрится красиво смотрите очень симпатично я поставил на самый большой огонь и 45 минут она у меня будет готовится инвальти не готовится название до сих пор не вспомнила кроме этого я сразу же поставила воду так интересно на и готов не инвальти не рига тони они наверное друзья сварю вот такого рода макароны и буду ждать мужа муж уже скоро придет осталось где-то 35 минут так вот наше блюдо готово посыпалась зеленью с нашего собственного огорода я надеюсь муж будет доволен а вам ребята спасибо что посмотрели если попробуйте приятного аппетита и встретимся в следующем видео а Продолжение следует...